приветствую всех в очередном уроке по курсу css и продолжаем здесь говорить о свойствах css да которые позволяют форматировать нам текст мы познакомились с вас свойствами которые управляют шрифтом здесь мы поговорим именно в данном уроке о свойствах которые позволяют нам работать с текстом и таки привычная нам заготовка открыта в блокноте пустой файл css который подключен вы можете продолжать работать предыдущем файле все открыто в браузере так значит приступаем к изучению в общем тогда тогда наших очередных свойств для того чтобы смотреть опять таки задаем какой-нибудь класс давайте назовем это текст класс фигурную скобку фигурную скобку закрыли теперь данный текст класс мы опять таки должны назначить для нашего какого нибудь тгп назначим я назначу для того же что и в прошлом уроке такой он побольше да класс так класс текст класс назначили никаким образом видим не отобразилась свойств мы еще в данном классе не описали и начинаем описывать начнем с тех свойств которые нам принципе знакомы из атрибутов html это текст и line текст и line что он делает интуитивно наверное да должно быть понятно она данное свойство выравнивает просто текст значение могут быть центр выравнивает текст по центру да то есть вот отцентрировался текст нашего параграфа может быть значение right по правому краю должен быть сейчас выравнивается текст да вот он и выравнивался то есть те же самые значения что и у атрибута и line были точно также да у него есть и такой атрибут к такое значение да у данного свойства как и justify по всей ширине виден да у нас располагается текст это то что касается выравнивания да значит следующее свойство которое мы можем рассмотреть это line-height так line-height данное свойство она определяет межстрочный интервал интервал между строками вот мы если назовем назначим для свойства line-height значение 1 без единиц измерения но пишется видим то что у нас чуть ближе к друг другу стали наши строчки сдается дробные значения например 1.7 вот соответственно видим то что у нас межстрочный интервал стал совсем практически большой практически как и между целыми абзацами значит назначается такое свойство следующее свойство которое у нас есть да для управления текстом это текст декорейшн текст декорейшн она позволяет управлять как бы оформлением текста то есть есть значение например андерлайн андерлайн которая будет подчеркнуть подчеркивать будет наш текст есть значение у данного свойства которое наоборот делает не подчеркивание а оверлайн то есть надчеркнутый ну как бы черта будет сверху можно создать задать значение для данного свойства которое будет перечеркивать текст это будет значение line true вот получается у нас текст но получился перечеркнутый вот такое значение у данного свойства в общем то изменяя значение данного свойства у нас мы получаем ссылку допустим подчеркнутую а по наведению подчеркивание убираем но это мы в практической части по как бы ссылкам да там дополнительно поговорим ну и последнее последнее да чтобы я здесь хотел вам сказать из таких основных наиболее часто встречающихся свойств с ним уже собственно столкнулись да ну давайте для порядка так сказать назовем это свойство цвета для текста color вот мы назначили красный перечеркнутый текст надеюсь понятен такой момент что нам никто не запрещает например взять здесь же да и дописать например фонд фэмили фонд фэмили ареал применился то есть то же самое можем дописать фонд сайс применить нам нужны то есть далее мы можем в один и тот же класс комбинировать столько свойств причем совершенно различных которые нам как бы нужны для того или иного оформления давно в данном случае пока что мы про текст говорим потом начнем греть про блоки там будут других поэтому не стесняемся комбинировать применять различные свойства различные сочетания и смотреть в общем то что получится по тексту основные свойства то со своими значениями закончены у меня все жду вас следующем уроке спасибо за внимание